Приветствуем поклонников Тагил ТВ на нашем канале новости в студии Олег Шкварков. Сегодня в выпуске. Безопасность на дорогах – приоритетное направление. Нижне-Тагильская дума провела очередное заседание, на котором обсудили ситуацию с аварийностью на городских магистралях. Знакомиться с городскими объектами в новом статусе и с пониманием ответственности. Депутаты Молодежной думы посетили городской дворец детского и юношеского творчества, где завершается капитальный ремонт. Боевой дух, испытания на выносливость и силу воли. Юные курсанты из нескольких городов Свердловской области приняли участие в Зорнице, где проверили навыки начальной военной подготовки. Состоялось очередное заседание Нижне-Тагильской городской думы. Один из 11 рассмотренных на нем вопросов – ситуации с обеспечением безопасности дорожного движения в муниципалитете. С докладом по нему выступил начальник отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Нижне-Тагильская Александр Зверев. Подробности у Алексея Алексеева. 184 дорожно-транспортных происшествия зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2022 году. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 18%. В результате травмы получили 257 человек или на треть больше. 26 человек погибли. Рост на 36%. 55 ДТП – это наезды на пешеходов. 33 произошло с участием детей. Такую информацию получили депутаты Нижне-Тагильской городской думы на очередном заседании. Преобладающими видами дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания стали столкновения транспортных средств почти 40%. Наезд на пешеходов – 27%. Более 90% дорожно-транспортных происшествий произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Среди основных причин аварии названы превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии, а также сопутствующие неблагоприятные дорожные условия. В частности, недостатки текущего содержания в зимний период. Госавтоинспекция активно проводила профилактические мероприятия совместно с администрацией города, рабочей группой по безопасности дорожного движения, действующей в городской думе, средствами массовой информации. У депутатов очень беспокоит то, что у нас растет травматизм, растет, к сожалению, смертность на наших дорогах. Мы услышали начальника ГИБДД, мы его уже заслушивали на комиссии по местному самоуправлению. Мы спросили его предложения, какие он готов нам для того, чтобы мы могли его реализовать. Поэтому эта работа очень важна, и мы будем ее держать на контроле. Также депутаты приняли обращение к Законодательному собранию Свердловской области с предложением о выделении 128 миллионов 800 тысяч рублей. Средства требуются для переселения жителей пяти домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Всего в Нижнем Тагиле таких 59. Но по данным ситуация особенно остра. При формировании регионального бюджета 2023 вопрос поднимался, но согласовать финансирование не удалось. Знакомятся с городскими объектами в новом статусе и с пониманием возложенной ответственности. Депутаты Нижне-Тагильской молодежной думы посетили городской дворец детского и юношеского творчества. Там подходит к концу капитальный ремонт и открытие уже не за горами. Юрия Полева побывала на экскурсии с молодыми депутатами. Уже коллеги, но пока еще подрастающая смена. Депутаты Нижне-Тагильской молодежной думы встретились с главой города Владиславом Пинаевым и председателем думы городской Вадимом Роутштейном в дворце детского и юношеского творчества. Экскурсию им провели директор муниципального предприятия Тагилдорстрой Игорь Васильев и директор учреждения Оксана Михневич. Часть ребят, наверное, видели этот дворец, еще будучи в более юном возрасте, в каком состоянии он находился, какие изменения сейчас произошли. Поэтому, наверное, не просто необходимо показывать такие объекты. Хотелось бы, чтобы ребята сами своими глазами видели те изменения, которые в городе происходят, те объекты, которые строятся новые, те, которые восстанавливаются, реставрируются. Очень важно, что сюда пришла и молодежная дума. В наш городской дворец творческой юных вдохнули новую жизнь. Он стал молодым, он стал светлым, он стал теплым. И он через какое-то время готов будет принять тех ребятишек, которые здесь занимались. И сюда приведут этих ребятишек те родители, которые когда-то занимались здесь тоже сами. Ремонтные работы во дворце практически завершены. Строители настраивают оборудование и полируют полы. Объект грандиозный, очень порадовал объем работ сделанный. Порадовало то, что нашли возможность отремонтировать дворец, потому что действительно один из знаковых объектов нашего города. Приятно, что нашим детям будет ходить, куда заниматься, посещать разные секции. Они будут это делать в других условиях, не в тех, в которых делали это мы. От депутатов молодежки старшие коллеги ждут, конечно же, свежих инициатив. При этом важно не фантазировать, а понимать, с чем реально имеют дело. Вот для этого новый состав Молодежной Думы продолжит знакомиться с городскими проектами. Мы юные защитники России. Сегодня в 44-й школе собрались победители районных этапов смотра, строя и песни. Строевой смотр – часть городской краеведческой игры «Я тагильчанин». В этом году темой смотра конкурса стал 80-летний юбилей Уральского добровольческого танкового корпуса. На городской этап прошли 9 команд учеников 3-х и 4-х классов школ всех районов Нижнего Тагила. Жюри оценивало внешний вид команды, строевую подготовку, четкость выполнения команд, строевой шаг, исполнение песни. Командиру баллы выставлялись отдельно. Мы юные защитники России, морпехи, защищали нашу школу, наш район. Мне очень понравилось. Правда, сначала мне было страшно, но я все публики не боюсь. Я считаю, мы заняли первое место. Юные пограничники. Мы себя показали достаточно хорошо, но и конкуренция была достаточно хорошая. Противника никогда нельзя не думать. По сравнению с проведением в районных, городской конкурс уже более такой масштабный, интересный. Ребята уже более подготовленные, уже более интересные доклады у ребят, и строевая подготовка более отточена. Такие конкурсы, мне кажется, должны быть не только с 1 по 4 класс. Конкурсы должны проходить по 11 класс, и включая наши колледжи, чтобы и чувство патриотизма было, так скажем, неподдельное у нашей молодежи. Четыре победителя, набравшие в сумме больше всех баллов, определятся завтра. Отдельно жюри выберет лучшего командира среди девочек и мальчиков. До окончания городской краеведческой игры «Я тагильчанин» осталось несколько месяцев. За это время школьники примут участие в конкурсах «Моя школа – самая лучшая» и «Мой досуг». А также в шахматно-шашечных баталиях. Итоговый городской праздник награждения запланирован на конец мая. Боевой дух, испытания на выносливость и силу воли. Зорницу, посвященную Дню Кадета и Дню Защитника Отечества, провели в школе номер 56. Юные курсанты из городов Свердловской области смогли проверить навыки начальной военной подготовки. Ваша игра посвящена Дню Защитника Отечества. А этот праздник по праву считается символом доблести, мужества и патриотизма. Сегодня ваши отцы защищают нашу страну на переднем крае. А уже завтра Родину придется защищать вам. Но чтобы защищать ее, нужно быть сильным, тренированным, образованным. Только в этом залог наших будущих побед и нашего успеха. Поздравление от генерал-майора из Новосибирска прозвучало для поднятия боевого духа и настроя на победу. Пройти дистанцию на выносливость, собрать и разобрать автомат Калашникова этим школьникам не составляет труда. Курсанты из Нижнего Тагила, Новоуральска и поселка Свободный приняли участие в игре «Зорница. Всегда на страже». Мы проводим первую зимнюю военно-спортивную игру «Зорница. Всегда на страже» для кадетских классов общеобразовательных школ Свердловской области. Игра посвящена Дню кадета, который прошел на прошлой неделе, и Дню защитника Отечества. Организаторами игры являются школа 56, управление Росгвардии по Свердловской области, а также Новосибирский военный орден Жукова институт имени генерала армии Яковлева, войск Национальной гвардии Российской Федерации. Игра проходила в три этапа. Первый – квиз «Служить России». Курсанты отвечали на теоретические вопросы. Второй этап – «Снайпер». Сборка и разборка автомата Калашникова. Курсанты отвечали на теоретические вопросы. Основные испытания поджидали школьников на улице. Сапер, разведчик, альпинист, пограничники, гранатометчики, артиллеристы, спецназ. Штурм авиации и МЧС. Всего девять этапов. Чтобы заработать максимальное количество баллов, юным курсантам предстояло найти мину, пройти полосу препятствий, разжечь костер, кинуть гранату, спасти утопающего и выполнить иные задания. На передней линейке перед школой у нас кантование покрышки. Это непосредственно этап спецназ. И штурман авиации. Показывается карта с расчерченными квадратами. И непосредственно некоторые квадраты закрашены. И согласно этой карте, ребята запоминают ее 30 секунд и потом становятся на самой местности так же по квадратам, как увидели на карте. Без участных в Зорнице нет. Все с удовольствием выполняли задания. А в завершении, как у настоящих солдат, был армейский обед, приготовленный в полевой кухне. Мне это мероприятие понравилось. Мне оно понравилось то, что интересно. И была чуть-чуть физическая нагрузка. Было в каких-то моментах сложно, и некоторых страшно, и некоторых интересно. Гран-при Зорнице завоевала команда «Крепость» генерального кадетского отряда школы номер 100. На первое место поднялась команда школы номер 48 из Новоуральска. Второе место присвоили ребятам из поселка Свободный. А почетное третье место заняла школа номер 21 Нижнего Тагила. Завтра, 1 марта, в 10 часов 40 минут по местному времени в Нижнем Тагиле будут включены электросирены и уличные пункты оповещения. Региональная система оповещения населения. В течение всего одной минуты будет проводиться проверка ее технической готовности. Единая дежурно-диспетчерская служба города просит жителей не прерывать своих занятий, работ и сохранять спокойствие. На защите русского языка в России будет ограничено использование иностранных слов. Государственная Дума приняла закон, который позволит повысить общий уровень грамотности граждан и корректность использования русского языка. Также подготовлен законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных языках. Мы решили узнать, как к такому ограничению относятся тагильчане. Я поддерживаю. Я считаю, что человек вообще далеко не каждый знает иностранные слова. И для большей части населения русские слова понятны. И поэтому зачем использовать. Это уже так дань моде была. Сейчас все правильно делается. Положительно. Почему бы и нет. Боремся за чистоту русского языка. Все правильно. Ну да. Русский есть. Русский – это наш родной язык. Конечно. Все магазины вон перевиновались. Это же нехорошо. В России живем. Я вообще никак не думаю. Мне все равно. Ну а почему бы и нет. Потому что как бы русский народ угнетает. Ну все-таки есть русские. Я как бы не против. Я считаю, что если там сверху придумали, значит знали по какому поводу они это говорят. Но знать иностранные языки, я считаю, что что-то надо. Ну я об этом не знала. Но если все-таки выведет запрет, то конечно надо слушать. Не, я считаю, что в обиходе надо использовать русские слова. Но когда есть возможность использовать иностранные, я не вижу никакой проблемы для того, чтобы использовать. Нет, почему. У нас все равно в России много чего от иностранщины. Много чего. Поэтому я считаю, что не нужно. Я положительный. А то уже все эти имплементации. И снова лучшие. Студия танца «Мусагет». Многократный победитель международных, всероссийских и региональных конкурсов вновь на Пьедестале. На днях танцоры вернулись из столицы Урала с конкурса фестиваля «Наш». Ребята представили семь танцев и заслуженно взяли все высшие награды. Награждается студия танца «Мусагет». 19 февраля во Дворце культуры железнодорожников в Екатеринбурге было тесно. Побороться за гран-при Всероссийского конкурса фестиваля «Наш» приехало более сотни участников из Челябинской и Свердловской областей. Но тагильчане из студии танца «Мусагет», по словам художественного руководителя Натальи Ершовой, уезжать с конкурсов без главной награды не привыкли. Вот и в этот раз «Мусагет» стал семикратным лауреатом первой степени и завоевал гран-при. Мы на этот конкурс привезли три возрастные группы. Группа «Орион» – это 8-9 лет, группа «Амур» – примерный возраст у них 9-11 лет, и группа «Мусаденс» – это старшие наши ребята. У них средний возраст 13-14-15 лет. На конкурсе «Наш» в уральской столице тагильчане представили семь номеров по барабаням, валенке, шапито, «Вот она я», «Мурашки», «Если бы» и премьерный с красивым названием «Паруса алых грез». Конкурс мне очень понравился тем, что он был разнообразен своими танцами. Трудности были, трудности были со сценой, были с новым премьерным танцем под названием «Парусалых грез», с форматом сцены. Впечатление о конкурсе мы получили гран-при, много великолепных детей, подростков, восхитительно выступили тоже. Что для вас вообще танец, расскажите? Для меня танец – это когда мы очень радуемся, показываем эмоции, потому что в танце главное не только движение, но и эмоции проявить. Эмоции от победы уже поутихли, и ребята вновь старательно репетируют, отрабатывая движение в номерах. А 30 апреля «Мусагет» отправится в Нижний Новгород на всероссийский хореографический конкурс-фестиваль для самых ярких и творческих коллективов страны. Россия танцует на Волге. 3 марта тагильский поисковый отряд «Соболь» отмечает свое 25-летие. О буднях поисковиков – разговор в студии программы «Факты в лицах» с заместителем руководителя отряда Натальей Чуешковой. Смотрите сразу по окончании выпуска. Не прощаюсь.